Гарри Гаррисон «Только не я, не Эймос Кейбот!» Читает Александр Большишальский. Утреннюю почту доставили, пока Эймос Кейбот ходил по магазинам. И она валялась на рахитичном столике в вестибюле. Он перебрал ее, хотя совершенно точно знал, что для него ничего не будет не тот день. 13-го ему приходил чек от Департамента социального обеспечения, а 24-го чек от профсоюза. А больше он никогда и ничего не получал. Если, конечно, не считать все сокращавшегося количества открыток с рождественскими поздравлениями. Нет, ему ничего не могло прийти, это он знал точно. Большой голубой конверт стоял прислоненный к зеркалу, но он не мог прочесть имени адресата и в очередной раз обругал эту скрягу миссис Пиви и ее двухватные лампочки. Он наклонился пониже и прищурился, затем поморгал и снова прищурился. «Боже, всемогущий, этот пакет прислали ему! В этом не могло быть никакого сомнения!» На ощупь содержимое конверта напоминало толстый журнал или каталог. «Но что это могло быть такое, и кто мог ему это прислать?» Спросил он себя. Прижимая конверт к груди, узловатый, покрытый старческими коричневыми пятнами рукой, он начал долгое восхождение по трем маршам лестницы к себе в комнату. Положив авоську с двумя банками бобов и батоном вчерашнего белого хлеба на тумбочку, он тяжело опустился на стул перед окном. Распечатав конверт, он увидел, что в нем находится толстый журнал с черной глянцевой обложкой. Он положил журнал на колени и, словно не веря своим глазам, пристально уставился на него. Посреди черной обложки, на зеленовато-сером поле, черными же колючими готическими буквами было напечатано название. «На краю могилы». Ниже шел подзаголовок. «Журнал о помощи в подготовке к вечному упокоению». Остальная часть обложки была черной. Черной, как полночь. И единственным пятном в этой черноте была выполненная в форме надгробия фотография кладбища, усаженного цветами, среди которых возвышались выстроившиеся в ряд могильные памятники и задумчивые мавзолеи. Неужели все это было просто шуткой самого дурного толка? «Вряд ли», — решил Эймос, быстро перелистывая страницы, на которых мелькали разнообразные гробы, кладбищенские участки и урны для праха. Зарычав от отвращения, он бросил журнал на стол, и в этот момент оттуда выпало письмо и плавно спланировало на пол. Это письмо, отпечатанное на той же самой бумаге, что и журнал, было адресовано ему, тут не было никакой ошибки. «Глубоко уважаемый сэр, добро пожаловать в дружное семейство счастливых читателей на краю могилы, журнал помощи в подготовке к вечному упокоению, который облегчит вам путь по той дороге, которая ожидает вас впереди. Приближающейся к смерти мы приветствуем вас. За спиной у вас лежит длинная счастливая жизнь, а впереди распахиваются врата вечности, чтобы приветить вас, вернуть вас в объятия любимых, которые давно покинули этот мир. Теперь в этот долгожданный час мы стоим рядом с вами, готовые оказать вам поддержку на вашем пути. Вы уже оформили свою последнюю волю. Возможно, вы проявили невнимание в этом деле, но теперь в этом для вас нет никаких трудностей. Просто откройте страницу 109 и прочтите вдохновенную статью «Такова моя воля», и вы узнаете все, что может касаться этого вопроса. А далее на странице 114 вы найдете отпечатанный бланк, который вам будет удобно вырвать по перфорированной линии. Просто заполните пустые графы, пишите свое имя и передайте готовое завещание местному нотариусу. Его контора обычно находится в муниципалитете, чтобы он засвидетельствовал вашу подпись. Не задерживайтесь. А как вы относитесь к кремации? Вы сможете ознакомиться с чудесным, вдохновенным сообщением доктора Филиппа Мозгрова «Уютная церковь за углом возле крематория на странице...» Эймос трясущимися руками поднял журнал и швырнул его через всю комнату. Упав, журнал лопнул по корешку и развалился надвое, отчего он испытал некоторое удовлетворение. «Вы что, хотите сказать, что я скоро умру?» «Вы это хотите сказать?» — выкрикнул он, но тут же понизил голос, так как Антонелли, обитавший в соседней комнате, немедленно забарабанил стену. «Но что за дурацкая мысль послать человеку такую вот пакость, омерзительная затея?» Но ведь это все делалось с какой-то целью. Он прошел через комнату, подобрал обе половинки журнала и аккуратно положил их на стол. Все это было слишком красивым, слишком дорогим для того, чтобы быть шуткой. Это были самые настоящие объявления. Немного покопавшись, он нашел страницу с содержанием и принялся водить пальцем по строчкам мелкого шрифта, который ему с трудом удавалось читать, пока не нашел издателя. «Саксон Моррис Паблишер Инк». У этих должны были водиться денежки. Эйма знал здание «Саксон Моррис Бюлдинг». Один из этих похожих на гранитные блоки новомодных домов на Парк Авеню. Им это просто так не пройдет. Во впалой груди Эймаса Кейбота затеплилась и смело вспыхнула искра гнева. Он ведь заставил автобусную компанию Пятой Авеню послать ему письмо с извинениями по поводу грубости, которую допустил в разговоре с ним водитель в день Святого Патрика. И компания автоматов по продаже напитков Трайбера тоже была вынуждена возместить ему в виде почтовых марок те 50 центов, которые автомат проглотил, не выдав взамен банку с газировкой. Теперь и «Саксон Моррис» тоже предстоит убедиться в том, что они напрасно нарывались на неприятности. С утра на улице было тепло, но мартовская погода изменчива, так что он надел тяжелое шерстяное кашне. На всю экскурсию, поездку в автобусе и чашку чая в автомате должно было с лихвой хватить двух долларов, и он взял из-под сахарницы пару помятых бумажек. «Ну, погоди, Саксон Моррис, ты еще узнаешь, с кем связался?» Увидеться с кем бы то ни было в Саксон Моррис без предварительной договоренности оказалось очень трудно. Девчонка с высоко зачесанными ярко-рыжими волосами и многослойно отливавшей глянцевым блеском косметикой на лице не смогла вспомнить журнал с таким названием. На стене позади ее красного, похожего на запятую стола, имелся список всех изданий Саксон Моррис. Но Эймосу было трудно в тусклом свете читать золотые буквы на фоне темно-зеленого мрамора. Уступая его настояниям, она перелистала буклет с фамилиями и номерами телефонов, после чего все-таки неохотно признала, что это действительно один из их журналов. «Я хочу видеть редактора». «Которого из редакторов вы хотите видеть?» «Любого редактора черт бы их всех побрал». Резкость посетителя, видимо, задела секретаршу, и ее холодные манеры стали совершенно ледяными. «Могу я спросить, по какому вопросу?» «Это мое дело. Свяжите меня с редактором». Прошло больше часа, прежде чем она нашла кого-то, кто мог принять незваного посетителя. А может быть, она просто устала от того, что он сидел рядом с нею и прожигал ее негодующим взглядом. После множества негромких переговоров она, наконец, положила трубку телефона. «Прошу вас пройти вот в эту дверь, первый поворот направо, подняться на один пролет по лестнице и отыскать четвертую дверь слева. Кабинет 782. Вас примет мистер Мерсер». Эймос немедленно заблудился в лабиринте коридоров и серых дверей. Но, начав второй обход, он наткнулся на экспедицию, и один из сидевших там скучающих юнцов проводил его к двери с номером 782. Он распахнул ее без стука. «Это вы, Мерсер, редактор журнала на краю могилы?» «Да, я Мерсер. За столом, занимавшим половину крошечного без единого окна кабинета, сидел полный человек с круглым лицом, украшенным очками с круглыми стеклами. Но я занимаюсь вопросами распространения, а не содержания. Секретарша из приемной сказала мне, что ваш вопрос связан именно с распространением. Да, у меня есть вопрос. Какого черта вы прислали мне ваш проклятый журнал, который мне совершенно не нужен? Ну что ж, возможно, я смогу помочь вам. Так о каком издании вы говорили? Это называется «На краю могилы». Да-да, это журнал из моей группы. Мерсер открыл одну папку, затем другую, и лишь третья оказалась той, которая была нужна. Порывшись в этой последней, он вытащил оттуда лист бумаги. О, боюсь, что я поторопился с заверениями, мистер Кейбот. Вы входите в список благотворительной подписки, в которой мы не имеем права вносить никаких изменений. Я очень сожалею. Что значит «сожалею»? Я не хочу получать эту мерзость, и вы должны перестать присылать ее мне. Мерсер старался держаться дружелюбно и даже выдавил из себя деланную улыбку. Постарайтесь подойти к этому разумно, мистер Кейбот. Это высококачественный журнал, и вы получаете его даром, тогда как стоимость годовой подписки составляет 10 долларов. Раз уж вам так повезло, и вы попали в число обладателей благотворительной подписки, то жаловаться просто не на что. Кто включил меня в эту с позволения сказать благотворительность? Я никуда ничего не посылал. Но вам вовсе не нужно было этого делать. Ваше имя, вероятно, оказалось в одном из тех списков, которые мы покупаем у страховых компаний, больниц, ветеранов и так далее. На краю могилы это один из наших некоммерческих информационных журналов. Слово «некоммерческий» не означает, что мы несерьезно относимся к этой работе. И, напротив, эти издания поступают исключительно к избранным подписчикам, а затраты на публикацию возмещаются не за их счет, а за счет рекламодателей. В некотором смысле они оплачивают этот прекрасный журнал, так что можно сказать, что это разновидность социального обеспечения. Молодым матерям, например, а мы покупаем их списки во всех родильных домах, мы предоставляем шестимесячную подписку журнала «Ваш младенец», в котором содержатся поистине прекрасные советы, полезные статьи и, конечно же, рекламная информация, которая сама по себе имеет образовательный характер. Да, но я-то не молодая мать. Почему вы послали мне вашу пакость? Ну, конечно, на краю могилы немного отличается от вашего младенца, но это тоже полезная публикация. Это статистическое явление, сэр. Каждый день умирает много людей разного возраста, занимающих различное общественное положение, имеющих очень разные биографии, ну и тому подобное. Работники страховых компаний, и они называются регистраторами, тщательно собирают все эти данные и составляют множество графиков и таблиц. По утверждениям специалистов, они работают очень скрупулезно. Они довели анализ продолжительности жизни до степени высокого искусства. Они берут конкретного человека, скажем, такого как вы, определенного возраста, соответствующим состоянием здоровья. Учитывают факторы его биографии, состояние окружающей среды и тому подобное. И точно, очень точно определяют дату его смерти. Не день и час, хотя я полагаю, что они могли бы сделать и это, если бы захотели. Но для наших целей вполне подходит двухлетний период. Это дает нам возможность планировать тираж и сроки выпуска, достаточные для того, чтобы детально ознакомить подписчика с нашим журналом и услугами, предлагаемыми нашими рекламодателями, что и позволяет подписчику до момента смерти получить полный объем необходимой информации. «И что вы убеждаете меня, что я должен умереть в течение ближайших двух лет?» Завопил Эймос, вспыхнув от гнева. «Я не убеждаю вас в этом, сэр, ни в коем случае!» Мерсер отодвинулся к самой стене и стер носовым платком с очков брызги стариковской слюны. «Это работа статистиков. Их компьютер назвал ваше имя и прислал его мне. Они утверждают, что вы умрете в течение двух лет. Мы посылаем вам журнал на краю могилы в качестве социального пособия. Это пособие и ничего больше!» «Я не собираюсь умирать через два года!» «Нет, только не я, не Эймос Кейбот!» «Это целиком и полностью ваше дело, сэр. А я лишь выполняю свои служебные обязанности. Ваша подписка, включена в планы, будет отменена только после того, как экземпляр журнала возвратится к нам со штампом, адресат скончался!» «Да я не собираюсь умирать!» «Это, конечно, возможно, хотя я не могу вспомнить ни одного случая подобной ошибки. Но поскольку подписка рассчитана на два года, то думаю, что по истечении двух лет она закончится автоматически, если, конечно, не случится досрочного прекращения». «Ну да, скорее всего, так оно и будет!» День Эймоса оказался полностью испорчен. Он даже не замечал ласкового, тёплого, яркого солнца. По дороге домой и дома он только и думал о случившемся. Эти мысли не дали ему уснуть. Следующий день оказался ничуть не лучше, и он даже начал задумываться, не было ли это одной из целей, ради которых рассылался этот ужасный журнал. «Если смерть была рядом, а они были настолько уверены в этом, то почему бы ему не перестать упорствовать и не согласиться с ними? Оформить завещание, заказать участок на кладбище, надгробный памятник, заупокоенную молитву и... испустить дух? «Нет, со мной у них этот номер не пройдёт!» прорычал он. Сначала он решил, что дождётся следующего номера, напишет на конверте, что адресат скончался, и отправит журнал в издательство. Это почти наверняка обманет их, и они больше не станут посылать ему своё мерзкое, с позволения сказать, издание. Но потом он вспомнил маленького жирного Мёрсера и почти наяву увидел счастливое выражение, которое появится на его лице, когда он увидит пометку на конверте. «Снова прав, смерть, как всегда, состоялась по графику. Старый дурак должен был знать, что ему не удастся обмануть статистику». И действительно, старый дурак, нет, он им ещё покажет. Кейботы всегда жили подолгу, что бы ни говорили какие-то дурацкие записи, упрямства им тоже хватало. Его, Эймоса Кейбота, не удастся так просто прикончить. После множества обходных манёвров ему удалось встретиться с врачом из его старого профсоюза и уговорить его провести полное медицинское обследование. «Ну что сказать, неплохо, совсем неплохо для старичка», заметил врач, когда Эймос застёгивал пуговицы на рубашке. «Мне всего лишь 72, это ещё не старость». «Ну, конечно, нет», умиротворяющий согласился врач. «Это всего лишь статистика. Знаете, человек вашего возраста, проживший такую жизнь... Да я и сам знаю всё об этой проклятой статистике. А к вам пришёл не для того, чтобы слушать лекции о нём. Что говорят результаты?» «Вам грех жаловаться на физическое состояние, Эймос», ответил врач, просматривая записи. «Кровяное давление в порядке, хотя есть намёки на анемию. Вы едите мало печени и свежей зелени?» «Я терпеть не могу печёнку, а зелень слишком дорогая». «Ну, как хотите». «Но помните, ещё никому не удалось забрать деньги на тот свет. Тратьте на еду немного больше и давайте сердцу отдых, избегайте подниматься по лестницам». «Так я же живу на третьем этаже, как же мне обойтись без лестницы?» «Ну, это тоже вам решать. А если вы всерьёз хотите позаботиться о своём старом моторчике, то перебирайтесь на первый этаж. И витамин Д зимой, и...» Врач наговорил много, и, проглотив первый гнев, Эймос задумался над его советами. В полученном им списке рекомендаций говорилось о выборе пищи, о витаминах, о сне, о свежем воздухе и ещё о бесконечном количестве всякой чепухи. Но существовала и двухлетняя подписка. Взвесив все «за» и «против», он решил последовать советам врача. Он сам не понял, почему несколько следующих месяцев промелькнули очень быстро. Он был всё время занят, нашёл себе комнату на первом этаже, привыкал к новому меню, обживался на новом месте. Сначала он выбрасывал на краю могилы, не распечатывая конверт, как только доставал эту мрачную пакость из почтового ящика. Но по истечении года осмелел и стал рассматривать журнал. В нём печатались фотографии роскошных мавзолеев, и возле одного, самого богатого, была напечатана красными буквами надпись «Специально для вас». Он жирно написал сверху «Не для меня». Вырвал страницу из журнала и прицепил её на стену. Постепенно у него образовалась целая галерея, изображения важных, дружелюбных могильщиков, опиравшихся на лопаты возле разверстых в сырой земле ям, заказные гробы с удобными подушками и всё такое прочее. По прошествии восемнадцати месяцев он забавлялся, кидая дротики в портрет основателя компании «Высококачественное пламя, урны для вечности» и тщательно помечал прошедшие дни в календаре. И лишь когда до рокового срока осталось несколько месяцев, он начал волноваться. Он чувствовал себя прекрасно. Доктор из профсоюза похвалил его и сказал, что он может служить прекрасным примером всем остальным. Но разве это что-нибудь значило? А что если статистики права и его время уже на исходе? Он мог довести себя до смерти одной лишь тревогой, но такая смерть не годилась для Кейбота. Он встретит угрозу лицом к лицу и победит. И вот до срока осталось несколько недель, а потом он начал считать дни. Когда до срока доставки осталось пять дней, он заперся в комнате, питаясь деликатесами, которые заказывал с доставкой из ресторана. Это было дорого, но он не собирался идти на риск попасть в какой-нибудь несчастный случай на улице. Когда угодно, но только не теперь. Он получил свои 24 номера, и его подписка должна была закончиться. На следующее утро ему предстояло все выяснить доподлинно. Той ночью он так и не смог уснуть, и хотя прекрасно знал, насколько важен регулярный сон, но так и пролежал с открытыми глазами до рассвета. После этого он ненадолго задремал, но пробудился сразу же, как только услышал на улице шаги почтальона. Это был день доставки. Придет или не придет журнал. Его сердце бешено колотилось, но, надевая халат, он заставил себя двигаться неторопливо. Его комната была самой первой на первом этаже прямо рядом со входом, и ему нужно было всего лишь выйти в вестибюль и открыть наружную дверь. «Доброе утро!» приветствовал он почтальона. «Ага», промычал тот. Он уже сбросил на крыльцо тяжелый мешок и рылся в нем. Эймос сначала закрыл дверь, а затем принялся лихорадочно перебирать поступившую почту. Ему ничего не было. Он победил. Если это был не самый счастливый день в его жизни, то, по меньшей мере, один из самых счастливых, потому что его победы над автобусной компанией и над мошенничавшим автоматом в сравнении с этой победой ничего не стоили. Это была выигранная война, а не просто сражение. Он надул их. Надул их статистику и статистиков, их бухгалтеров и механические мозги, их клерков с бумагами в папках и редакторов в кабинетах. Он победил. Он выпил пиво. Впервые за два года. А потом еще и смеялся и болтал с пьяницами в баре. Он победил. Он завалился в кровать за полночь и спал, как бревно, пока его не разбудил стук в дверь. «Мистер Кейбот», верещала домохозяйка, «почта для вас. Принесли почту». Сначала он почувствовал сильный страх, который, впрочем, довольно быстро исчез. Этого не могло быть. За два года на краю могилы не опоздал ни разу, ни на один день. Это наверняка какая-то другая почта. Хотя для пенсии время еще не подошло. Он медленно открыл дверь, протянул руку и, увидев большой конверт, чуть не разжал пальцы. Только потом, положив конверт на кровать и разглядев его, Эймос снова обрел возможность дышать нормально. Конверт был не того мерзкого грязно-голубого цвета, в котором присылали на краю могилы. Этот был нежно-розовым. И, тем не менее, он содержал журнал такого же примерно размера, как и на краю могилы. Толстый журнал со множеством страниц. Он назывался «Старость». И это название было написано черными буквами, выполненными таким образом, что казалось, будто они сделаны из растрескавшейся, покосившейся и готовой вот-вот обвалиться каменной кладки. Под названием шел подзаголовок. «Журнал для тех, кто хочет протянуть подольше». И фотография дряхлого старика укутанного в одеяло, сидящего в инвалидном кресле и с идиотским видом, потягивающего воду через изогнутую прозрачную трубочку. А то, что было внутри, оказалось и того хлеще. Реклама кресел с дырой, чтобы можно было подставлять горшок противогеморройных подушек, костырей, трансформирующихся различным образом кроватей. Статьи «Изучайте азбуку Брайля», пока еще не лишились зрения. Счастлив, хотя и прикован к постели, и неподвижно в течение 25 лет. Из журнала выпало письмо, и Эймос просмотрел его, выхватывая то тут, то там обрывки фраз. «Добро пожаловать в семейство, журнал протянуть, обучит вас искусству старения, перед вами много долгих лет, ничем не заполненные годы, какое счастье каждый месяц находить в своем почтовом ящике говорящие книги для слепых, брайлевские издания для слепых и глухих. Когда Эймос Кейбот поднял голову, его глаза были полны слез. Стояло темное, дождливое и простудное апрельское утро. Окно сотрясалось от ветра. Капли дождя скатывались по стеклу, словно огромные, холодные слезинки». На этом рассказ Гарри Гаррисона заканчивается. Предлагаю вам прослушать другой рассказ этого же автора. Гарри Гаррисон. Папли подüşенну, погрузившись в нее и протягивал руку вглубь скальной расселины. Сквозь толстую ткань скафандра он почувствовал, что край обрыва под ним начал подаваться и торопливо отполз назад. И тут же слой пыли и куски камня в том месте, где он только что находился, рухнули вниз, влекомые слабым лунным тяготением. Пыль, не испытывая сопротивления, ведь воздуха на Луне нет, осыпалась на шлем Глэйзера ниже, затенив его измученное лицо. «Помоги мне, Джина! Вытащи меня отсюда!» Вновь взмолился он, потянувшись одной рукой наверх. «Ничего не выйдет», — ответил Джина. Он вновь прополз вперед, насколько осмелился по осыпающейся скале и опустил руку в пропасть. Он недоставал дотянувшейся ему навстречу руки «самая меньшая — метр!» «Я не дотягиваюсь до тебя, и у меня нет ничего такого, за что ты мог бы уцепиться!» «Я вернусь на жуке!» «Не уходи!» — вскрикнул Глэйзер, но его голос умолк, как только Джина отполз от щели и поднялся на ноги. Их крошечные рации, вмонтированные в шлемы, были слишком маломощными для того, чтобы пробиться сквозь камень. Они могли использоваться только на расстоянии прямой видимости. Джина длинными скользящими прыжками мчался к жуку. Здесь его внешность еще больше соответствовала названию. Красное насекомое, присевшее на четырех тонких ногах, наполовину погруженное в пыль. На бегу он непрерывно ругался. Какой черт мог выдумать такое завершение первого полета на Луну? Хороший старт, расчетная орбита, первые две ступени отделились вовремя, лунная орбита идеальная, приземление изумительно мягкое. И через десять минут после того, как они вышли из жука, Глэйзера угораздило провалиться в эту щель, замаскированную пылью. Проделать весь этот путь сквозь бесчисленные опасности космоса, чтобы провалиться в дыру. Это было совершенно несправедливо. Подбежав вплотную к ракете, Джинна напрягся, подпрыгнул высоко вверх и ухватился за порог открытого люка кабины, находившегося в верхней части жука. План своих действий он составил еще на бегу. Больше всего надежды у него было на магнитометр. Развернув прибор на стойке, он принялся дергать за длинный кабель, и тот, в конце концов, оторвался. Джинна, не теряя ни секунды, ринулся обратно. Люк кабины находился очень высоко, по земным меркам. Но он, не задумываясь о возможной опасности, спрыгнул вниз, упруго отскочил от поверхности планеты и перекатился. К глубокой ране в груди Луны вел ряд отчетливых следов, и он изо всех сил побежал по этому пути. Он задыхался, несмотря на то, что дышал чистым кислородом. Оказавшись рядом с трещиной, он кинулся на земь и, скользя и извиваясь в пыли, как можно быстрее пополз к ее осыпавшемуся краю. «Все в порядке, Глэйзер!» — крикнул он, и сам чуть не оглох. С такой силой его голос отдался внутри шлема. «Держи кабель!» Трещина была пуста. Уступ из мягкой породы не выдержал, и Глэйзер провалился куда-то вглубь планеты. Долго еще майор Джина Ломбарди лежал там, мигая фарой скафандра в бездонную на вид пропасть, вызывая своего спутника по включенному на полную мощность радио. Единственным ответом ему был треск статических разрядов. Постепенно он начал замечать, что холод остуженных почти до абсолютного нуля камней начал просачиваться сквозь теплоизоляцию его скафандра. Глэйзер пропал, и с этим ничего нельзя было поделать. После этого Джина методически и безо всякого интереса проделал все, что было запланировано. Он собирал образцы скальных пород и пыли, снимал показания приборов, идеально точно размещенных в тех точках, которые были ему указаны, пробурил скважину и точно в заданное время взорвал в ней заряд. Затем он свел собранные показания приборов в таблицу, и, когда при следующем прохождении космический корабль «Аполлон» оказался в зоне видимости, вызвал его по радио. «Дэн, отзовись, Дэн!» «Полковник Дэн Тонкой, вы меня слышите?» «Ясно и четко», — послышалось из динамика. «Ну-ка, парни, расскажите мне, какое ощущение испытываешь, прогуливаясь по Луне?» Глейзер погиб. «Я один. Я собрал все данные и сделал все фотографии, которые требовались. Прошу позволения сократить пребывание здесь против запланированного. Нет никакой необходимости торчать здесь целый день». Несколько долгих секунд из динамика доносилось лишь потрескивание помех, а потом вновь раздался голос Дэна, хорошо знакомый голос, произносивший слова нараспев с техасским акцентом. «Понял тебя, Джина. Ожидай сигнала компьютера. Я думаю, что смогу забрать тебя на следующем витке». Старт с Луны прошел так же безупречно, как и тренировки в имитаторе на Земле. А Джина был слишком занят работой за обоих членов экипажа, чтобы иметь возможность думать о том, что произошло. Он едва успел пристегнуться к креслу, когда переданный по радио сигнал корабельного компьютера включил двигатели, которые, обдав яростной струей пламени лунный грунт, подняли жука и понесли его к месту стыковки с двигавшимся по орбите базовым кораблем. В поле зрения астронавта возник стыковочный узел Аполлона, и Джина понял, что должен пройти перед ним, так как движется слишком быстро. Он произвел коррекцию курса, почувствовав при этом, что еще глубже погружается в депрессию. Компьютер не предусмотрел изменения параметров лунного модуля. Наличие на его борту всего лишь одного пассажира вместо двух. После коррекции совместить орбиты оказалось не слишком трудно, и спустя всего несколько минут Джина прополз через шлюз центрального модуля и задраил его за собой. Дэн Кой молча и неподвижно сидел за пультом управления, пока давление в кабине не восстановилось, и астронавт смог снять шлем. «Джина, что там стряслось?» «Несчастный случай. Трещина в лунной поверхности, слегка присыпанная слоем пыли. Глейзер просто провалился туда, вот и все. Я хотел вытащить его, но не смог дотянуться. Сбегал на жука за каким-нибудь проводом, но когда вернулся, он сорвался куда-то еще глубже. Ну и вот». Джина закрыл лицо ладонями, но и сам не мог понять, то ли он рыдал, то ли его трясло от усталости и напряжения. «Хочу открыть тебе один секрет», сказал Дэн, засовывая руку в глубокий карман скафандра. Он был совсем не таким, как тот, что был на Джина. Одежда командира экспедиции не предназначалась для вылазки на поверхность спутника Земли. «Я совсем не суеверен. Все считают, что я верю в приметы и всякие амулеты, но это всего лишь пример всеобщего заблуждения. Я завел этот талисман, потому что считается, что все пилоты должны иметь талисманы. Это, наверное, придумали репортеры, чтобы им было о чем болтать, когда ничего не происходит». Он вынул из кармана черную резиновую куколку, прославившуюся к тому времени на миллионах телеэкранов, и помахал ею перед Джина. «Весь мир знает, что я всегда ношу при себе на счастье мой маленький талисман, но никому неизвестно, какое счастье он мне приносит. Теперь это узнаете вы, майор Джина Ломбарди. И не только узнаете, но и разделите со мной мое счастье». «Прежде всего, эта куколка сделана не из резины, которая могла бы дурно сказаться на ее содержимом, а из химически нейтральной пластмассы». Джина против воли поднял взгляд и посмотрел, как Дэн ухватил куклу за голову и крутанул ее. «Обрати внимание на движение запястья, которым я обезглавливаю моего маленького друга, грудь которого наполнена наивысшим счастьем в мире. Тем счастьем, которое может дать только сделанный из хорошо перебродившей браги бурбон крепостью в 150 градусов. Ну-ка, глотни». Он наклонился вперед и протянул куклу Джина. «Спасибо, Дэн». Он поднял фляжку, сжал ее в кулаке, сделал два глотка и вернул игрушку хозяину. «За упокой души хорошего пилота и хорошего парня Эдди Глейзера», внезапно серьезным тоном провозгласил Дэн Кой, подняв руку с фляжкой. «Он хотел добраться до Луны, и он сделал это. Она вся теперь принадлежит ему по праву завоевателя». Он выжил из куклы спиртное до последней капли, аккуратнейшим образом приладил голову на место и сунул фигурку в карман. «А теперь давай прикинем, как нам лучше установить контакт с центром управления, вести их в курс дела и вернуться на Землю». Джина включил передатчик, но не стал посылать вызов. Пока пилоты разговаривали, орбита увела их к обратной стороне Луны, и планета теперь надежнейшим образом блокировала любые попытки радиосвязи с Землей. «Аполлон» описал через темноту заранее измеренную до доли угловой секунды дугу, и астронавты увидели новый восход Солнца над острыми лунными пиками. А затем им вновь явился большой шар Земли. Северная Америка была ясно видна, так что использовать ретрансляторы не было никакой необходимости. Джина передал вызов на мыс Кеннеди и выждал две с половиной секунды. Столько времени требовалось для обмена сигналами на расстоянии в 480 тысяч миль. Но эти секунды давно прошли. Время все тянулось, и пилоты с тревогой следили за секундной стрелкой, весело прыгавшей по циферблату. Они не отвечают. «Непрохождение радиоволн, солнечные пятна. Попробуй еще раз». В голосе Дэна внезапно прорезалось напряжение. Центр управления полетами на мысе Кеннеди не ответил и на следующий вызов. Более того, ответа не последовало и на сообщение, переданное на частотах, отведенных для чрезвычайных обстоятельств. Они поймали какие-то переговоры между самолетами на более высоких частотах, но их никто не заметил и не обратил ни малейшего внимания на их непрерывные вызовы. Теперь они смотрели на голубую сферу Земли с ужасом. И лишь спустя час, на протяжении которого они в буквальном смысле вспотели, вновь и вновь передавая свои позывные, они согласились признать факт, что по какой-то необъяснимой причине их радиоконтакт со всей планетой оказался нарушен. «Что-то случилось за время нашего последнего витка вокруг Луны. Я выходил на связь с ними, пока ты рассчитывал орбиту», констатировал Дэн. Он снял крышку с рации и теперь прикладывал разъемы амперметра контактом. «Какая-то ерунда». «Только не на нашем конце», мрачно сказал Джинна. «Но там действительно что-то стряслось». «Неужели война?» «Этого нельзя исключить. Но с кем и почему? На неприкосновенных частотах нет ничего необычного. И я не думаю...» «Смотри!» — хрипло выкрикнул Дэн. «Огни! Где огни?» Во время последнего витка они ясно видели в свой телескоп мерцающие огни американских городов. Но теперь весь континент был совершенно черен. «Джинна, погоди! Видишь Южную Америку? Там города светятся. Что могло произойти дома за время всего-навсего одного витка вокруг Луны?» «Есть только один способ выяснить это. Мы возвращаемся. С помощью или без помощи Земли». Они отстыковались от жука, лунного модуля, пристегнулись к противоперегрузочным креслам и принялись вводить данные в компьютер. Согласно его инструкциям, сориентировали Аполлон в пространстве, еще раз облетели лишенной атмосферы спутник, и в нужный момент компьютер включил двигатели транспортного модуля. Они возвращались домой. Несмотря на множество отрицательных факторов, приземление прошло не так уж плохо. Они попали на нужный континент, причем промахнулись по широте всего лишь на несколько градусов, хотя и вошли в атмосферу раньше, чем намеревались. А если учитывать полное отсутствие наведения Земли, то следовало назвать их приземление великолепным. Капсула с воем врезалась в густейший воздух, ее огромная скорость начала быстро снижаться, и на авиационном указателе скорости появились вполне разумные цифры. Далеко внизу, сквозь дыры в облачном покрове, проглядывала поверхность Земли. «Скоро вечер», — заметил Джина. «Мы едва успеем приземлиться до сумерек». «Ничего, все равно будет еще достаточно светло. Мы могли приземлиться в Пекине в полночь, так что давай не будем жаловаться. Приготовься, сейчас пойдут парашюты». Один за другим развернулись огромные купола. Капсула дважды вздрогнула. Астронавты откинули забрало шлемов. Спускаемый аппарат спокойно парил в воздушном океане. «Интересно, как нас встретят?» — протянул Дэн, потирая ладонью щетину на массивной челюсти. Послышался резкий треск, и в металле верхнего сектора капсулы появился ряд отверстий. Воздух со свистом ворвался внутрь, уравнивая более низкое давление капсулы снаружным. «Смотри!» — крикнул Джина, указывая на темный предмет, мелькнувший в иллюминаторе. Летающий объект был похож на толстую сигару с короткими стреловидными крыльями, и на фоне солнца казался черным. Затем он прокрутил восходящую бочку, казалось, что он покрыт серебристой обшивкой, и, заложив крутой вираж, вновь устремился к беспомощно висевшей на парашюте капсуле. Незнакомый самолет приближался, быстро увеличиваясь в размерах. Возле основания крыльев бились алые всплески огня. Иллюминатор затянуло серым. Капсула вошла в облако. Астронавты молча смотрели друг на друга. Никто не хотел говорить первым. «Реактивный самолет», — наконец сказал Джина. «Я никогда еще не видел такого». «Я тоже. Но там было кое-что знакомое. Скажи-ка, ты разглядел крылья? Ты видел?» «Если ты говоришь о черных крестах на крыльях, то да, я их видел. Но не собираюсь верить своим глазам. Вернее, не поверил бы, но он убедил меня, проделав в нашем корпусе новые внештатные воздухозаборники». «А у тебя есть какие-нибудь соображения по этому поводу?» «Нет. Но мне кажется, что мы достаточно скоро все узнаем. Приготовься к приземлению. Осталось всего 600 метров». Самолет больше не появлялся. Они подтянули привязанные ремни и застыли, ожидая встречи с землей. Она оказалась довольно жесткой. Капсула резко стукнулась с днищем, перекосилась и задергалась. «Отстрел парашюта», — приказал Дэн Кой. «Нас несет». Джина повернул рукоять прежде, чем Дэн успел договорить фразу. Рывки прекратились, и капсула медленно встала вертикально. «Свежий воздух», — без выражения протянул Дэн и включил отстрел люка. Круглая крышка отскочила, на ребре покатилась по земле и покрутившись упала. Пока они отсоединяли от своих скафандров многочисленные провода и разъемы, горячий сухой воздух заполнил капсулу, принеся с собой пыльный запах пустыни. Дэн поднял голову и фыркнул. «Пахнет домом». «Давай-ка вылезем из этой коробки». Полковник Дэнтон Кой вышел первым, как приличествует командиру первой американской экспедиции «Земля-Луна». Майор Джина Ломбарди последовал за ним. Они молча стояли бок о бок, глядя на закатное солнце, ярко сверкавшее на их серебряных скафандрах. Вокруг них, насколько хватало глаз, тянулись чахлые заросли сероватых пустынных кустарников, среди которых выделялись кактусы и мескитовые деревья. Ничто не нарушало тишину, нигде не было видно ни малейшего шевеления. Лишь ветер уносил облачко пыли, поднятая капсулой при посадке. «Хороший запах, прямо как у нас в Техасе», заявил Дэн, шумно вдохнув носом. «Кошмарный запах. У меня от него сразу разыгралась жажда». «Но, Дэн, что же все-таки случилось? Сначала потеря связи, потом этот самолет». «А вот и ответ на подходе», внешне спокойно сказал полковник, указывая на быстро удлинявшуюся от горизонта в их сторону полоску пыли. «Незачем строить предположения. Мы все выясним через пять минут». На самом деле времени прошло еще меньше. К ним с ревом подлетел выкрашенный в песочный камуфляжный цвет большой полугусеничный вездеход-фургон, сопровождаемый двумя бронетранспортерами поменьше. Машины резко остановились невдалеке, в облаке собственной пыли. Дверь вездехода распахнулась, и оттуда выпрыгнул человек в защитных очках. На ходу он брезгливо отряхивал пыль со своего ладно сидящего черного обмундирования. «Хэндехох!» — крикнул он, указывая на повернувшиеся в сторону астронавтов тяжелые пулеметы, установленные на турелях на кабинах бронетранспортеров. «Руки вверх и не опускать! Вы мои пленники!» Они медленно подняли руки, словно загибнотизированные, пожирая глазами детали униформы. Серебряные зигзаги молний на петлицах, высокая, да к тому же изогнутая вверх фуражка с кокардой, хищный орел, сжимающий в когтях свастику. «Вы... Вы немец!» — задыхаясь, пробормотал Джина Ломбарди. «Очень точно подмечено!» — без тени юмора ответил офицер. «Я Гауптман Лангеншайт, а вы мои пленники и будете повиноваться моим приказам. Садитесь в Кафтваген». «Подождите минуту», — возразил Дэн. «Я полковник Кой, ВВС США, и я хотел бы узнать, что здесь происходит». «В машину!» — приказал офицер. Он не повысил голоса, зато вынул из кобуры длинный люгер и, держа пистолет в согнутой руке, направил его на астронавтов. «Пойдем», — сказал Джина. Он положил руку на плечо Дэна и почувствовал, как его друг напряжен. «Ты старше его в звании, но, похоже, он здесь главный». Они вскарабкались в открытую заднюю дверь фургона. Капитан-немец забрался следом, указал, куда им сесть, а сам сел впереди лицом к пленникам. Двое молчаливых солдат с автоматами наперевес заняли места у них за спинами. Гусеницы лязгнули, и машина тронулась с места, вздымая густую тучу пыли. Джина Ломбарди никак не мог воспринять происходившее как действительность. Полет на Луну, посадка, даже гибель глейзера — все это были реальные и понятные события. Но дальше... Он посмотрел на часы. В окошечке календаря виднелось число 12. «Только один вопрос, Лангеншайт», — повысил он голос, стараясь перекричать рев двигателя. «Сегодня 12 сентября?» Ответом послужил резкий кивок. «А год?» «Год точно 1971-й». «Да, конечно, и хватит вопросов. Вы будете говорить с главным, а не со мной». После этого астронавты сидели молча и лишь старательно щурились, пытаясь уберечь глаза от пыли. Спустя несколько минут машина свернула в сторону и остановилась. В противоположном направлении с тяжелым грохотом протащилось длинное тяжелое тело трейлера для перевозки танков. Очевидно, немцы жаждали заполучить капсулу ничуть не меньше, чем ее пилотов. Пропустив платформу с краном, вездеход двинулся дальше. Уже темнело, когда они увидели впереди контуры двух больших танков. Их орудия сопровождали переваливавшуюся в неровных колеях бронемашину. Позади дозорных машин оказался целый парк различной техники, а также множество палаток. В вырытых в песке окопах ярко пылали паяльные лампы. Вездеход остановился перед самой большой палаткой, и двоих астронавтов под прицелом автоматов провели внутрь. За складным столом спиной к вошедшим сидел офицер и что-то писал. Не обращая на них внимания, он закончил, сложил бумаги, убрал их в папку и лишь потом повернулся. Это был очень худой человек. Он не сводил горячего взгляда с пленников, пока капитан быстро рапортовал по-немецки. «Это чрезвычайно интересно, Лангеншайт, но мы не должны заставлять наших гостей стоять. Прикажите ординарцу принести стулья. Господа, позвольте мне представиться. Я полковник Шнейдер, командир 109-й бронетанковой дивизии, которой вы оказали честь своим визитам. Сигарету?» Уголки губ полковника чуть заметно приподнялись. Вероятно, это должно было означать улыбку. И тут же рот вновь вытянулся в тонкую прямую линию. Взяв со стола плоскую пачку сигарет плеер, он протянул ее джина. Тот автоматически принял их. Вытряхивая сигарету из пачки, он заметил, что они были сделаны в Англии, но этикетка напечатана на немецком языке. «Уверен, что вы с удовольствием выпьете виски», заявил Шнейдер, снова продемонстрировав свою деланную улыбку. Он поставил на стол бутылку «Олд Хайландер». Джина впился взглядом в этикетку. На ней красовался знакомый горец с волынкой и в шотландском килте. И он сообщал по-немецки. «Их хате джем этвас цудринькин виски». Солдат ткнул его сиденьем стула под колени, и Джина с огромным облегчением опустился на сиденье. Ему вручили стакан. Он отхлебнул и с первого же глотка почувствовал, что это хорошее шотландское виски. Ординарец вышел, а полковник откинулся на спинку стула и тоже взял со стола высокий стакан виски со льдом. Единственным напоминанием о том, что астронавты находятся в плену, служила застывшая возле входа безмолвная фигура капитана, державшего руку на рукояти, лежавшего в кубуре пистолета. «Вы, господа, прибыли на очень интересном транспортном средстве. Наши технические эксперты, конечно, изучат его, но у меня есть вопрос». «Я полковник Дантон Кой, военно-воздушные силы Соединенных Штатов, личный номер...» «Прошу вас, полковник», прервал его Шнейдер, «мы можем обойтись без этих формальностей». «Майор Джованни Ломбарди, военно-воздушные силы Соединенных Штатов», выпалил Джина и тоже назвал свой личный номер. Немецкий полковник снова приподнял уголки губ в улыбке и сделал крошечный глоток из стакана. «Не пытайтесь сделать из меня дурака», — внезапно сказал он и впервые в его голосе прорезалась холодная властность, соответствовавшая его мрачному облику. «Вам придется подробно объясняться в гестапо, так что вы можете сначала рассказать все это мне». «Не хватит ваших ребяческих игр. Я не знаю никаких американских военно-воздушных сил. Только ваш армейский авиакорпус, который поставляет такие прекрасные цели для наших летчиков. А теперь, что вы делали в этом устройстве?» «А вас это не касается, полковник», — отрезал Дэн точно таким же тоном. «А вот я хотел бы знать, что немецкие танки делают в Техасе». Его прервал яростный треск выстрелов, послышавшийся где-то неподалеку. Затем последовали два оглушительных взрыва. Вход в палатку озарился отдаленным заревом. Капитан Лангенштайт выхватил пистолет и опрометью выскочил из палатки. А все, кто в ней остался, вскочили на ноги. Снаружи раздался приглушенный крик и в палатку ворвался человек. Он показался обоим астронавтам огромным, одетый в пестрый камуфляжный костюм. Его лицо было вымазано чем-то черным, и руки, в которых он держал большой, незнакомого образца пистолет, направленный на находившихся в палатке, тоже был черным. «Вердаммен», вырыгался полковник и потянулся за своим оружием. Пистолетного прибывшего дважды дернулся и издал два похожих на вздохе звука. Командир танковой дивизии схватился за живот, сложился вдвое и рухнул на пол. «Вы, парни, только не стойте с раскрытыми ртами!» негромко прикрикнул новый посетитель. «Давайте-ка убираться отсюда, пока сюда не приперся еще кто-нибудь!» С этими словами он повернулся и быстро вышел из палатки, а астронавты последовали за ним. Они проскользнули за ряд грузовиков, выстроенных в идеальную линию, и присели там, а толпа солдат в железных касках пробежала мимо, направляясь на звук перестрелки. В треск автоматов вмешались орудийные выстрелы, а зарево, кажется, стало ослабевать. «Это всего-навсего диверсия. Шестеро парней, которые наделали шуму на шестьдесят человек», прошептал их спаситель, наклонившись к астронавтам. «Всего лишь подорвав один из бензовозов. Но эти качанные головы быстро раскумекают, что к чему и устроят на нас пешую облаву. Так что делаем ноги, да поживее!» Он первым выскочил из укрытия, и все трое ринулись в темную пустыню. Пробежав всего несколько метров, астронавты начали спотыкаться, но упорно бежали, пока чуть ли не кубарем скатились в небольшой овраг, где в ночной тьме выделялась еще более темная масса. Джип. Мотор заработал, как только трое людей ввалились в машину. Джип, не зажигая огней, выполз из оврага и с хрустом попер через сухие кусты. «Вам повезло, что я видел, как вы опускались», сказал с переднего сидения их освободитель. «Я лейтенант Ривз, полковник Куй, а это майор Ломбарди. Просто невозможно выразить, как мы благодарны вам, лейтенант. Когда эти немцы захватили нас, мы просто не в силах были заставить себя в это поверить. Откуда они взялись? Только вчера прорвались из кольца блокирующего корпус, а я с моим патрулем крался за ними следом и извещал Сан-Антонио о движении колонны. Поэтому-то я и увидел, как ваш корабль или что это там такое, весь раскрашенный звездами и полосами, снижается прямо перед носом их разведчиков. Я попытался добраться до вас первым, но был вынужден повернуть, потому что взвод их разведчиков опередил меня. Но так, пожалуй, вышло еще удачнее. Как только стемнело, мы захватили транспортер для перевозки танков, и двое моих раненых сейчас гонят его в Катулу, где мы получим боеприпасы и транспорт. Остальных парней я заставил провести эту диверсию. Вы сами знаете ее результат. Ну а вы, наездники из воздушного корпуса, должны повнимательнее следить за ветром и прочими штучками погоды, а то все ваши хитрые новые выдумки так и будут падать во вражеские руки. Вы сказали, что немцы прорвались из корпуса. Это корпус Кристи-1? спросил Дэн. Что они там делают? Как долго они там находятся? И самое главное, откуда они взялись? Вы летуны, наверное, отсиживались в какой-нибудь очень глубокой дыре, ответил Ривз и громко ухнул. Джип особенно резко подпрыгнул на невидимой кочке. Они высадились на техасском побережье Мексиканского залива уже месяц назад. Мы сдерживали их, но с очень большим трудом. А теперь они прорвались, и мы стараемся оставаться у них на пути. Он умолк и на мгновение задумался. Пожалуй, парни, я лучше не буду рассказывать вам слишком много, пока мы не узнаем, что вы там делали. Держитесь крепче, и через два часа мы будем далеко отсюда. Вскоре после того, как они выбрались на проселочную дорогу, к ним присоединился другой джип, и лейтенант с кем-то связался по полевой рации. Затем оба автомобиля помчались на север, миновали множество противотанковых рвов и артиллерийских позиций, и, наконец, въехали в небольшой городок Катулу, уцепившийся за шоссе, ведущий в Сан-Антонио. Астронавтов отвели в заднюю часть местного универмага, где размещался командный пункт. Здесь было много голунов, лампасов, орденов и вооруженной охраны, а за столом сидел генерал с одной звездой на погоне и воинственно выдвинутым вперед могучим подбородком. Прием здесь оказался почти таким же, как в палатке немецкого полковника. «Кто вы такие? Вы оба! Что вы здесь делаете? И что это за непонятная штука, на которую вы прилетели?» строгим голосом спросил генерал. Дэн сам имел множество вопросов, на которые желал немедленно получить ответы, но он знал, что на свете нет, пожалуй, более бессмысленного занятия, чем спорить с генералом. Он рассказал о полете на Луну, о потере связи, о возвращении. На протяжении всего повествования генерал не сводил с него внимательного взора, а на лице его ничего нельзя было прочесть. Он не произнес ни слова, пока Дэн не закончил и лишь потом заговорил. «Джентльмены, я не знаю, как отнестись ко всему этому рассказу о ракетах, полетах на Луну, русских спутниках и тому подобном. Или вы оба безумны, или я спятил, хотя нельзя не признать, что на трейдере лежит убедительное доказательство истинности вашей совершенно невероятной истории. Я сомневаюсь, что у русских теперь, когда их армии рассечены на части и оттесняются в Сибирь, есть время или ресурсы для развития ракетной техники. Все остальные страны в Европе сдались нацистам, и они перенесли войну в это полушарие. Устроили базы в Центральной Америке, заняли Флориду и множество плацдармов на побережье залива. Я не стану притворяться, будто понимаю, кто вы такие и что с вами произошло. И поэтому утром отправлю вас в Денвер, столицу штатов. На следующий день в самолете где-то высоко над пиками скалистых гор они пытались сложить воедино части головоломки. Лейтенант Ривз летел с ними якобы как сопровождающий, но его пистолет на готове лежал в расстегнутой кобуре. «Сейчас то же самое время и тот же самый мир, из которого мы улетали», объяснил ему Джина, «но имеется много различий, слишком много, и их становится все больше и больше, пока в конце концов все не изменяется радикально. Ривз, ведь это вы сказали мне, что президент Рузвельт умер, не дождавшись окончания своего первого срока». Да, от пневмонии. Он никогда не отличался слишком крепким здоровьем и умер, не пробыв и года на своей должности. У него было много различных диковинных проектов, но ни из одного не вышло толку. Вице-президент Гарнер, он всегда был таким, каким был, и естественным образом пришел к нынешнему состоянию. Хотя я признаю, что тот вариант истории, о котором вы говорили, кажется лучше. Но если нужно выбирать, кто сошел с ума, целый мир или вы, то я выбираю вас. Не знаю, какого рода эксперимент поставили над вами птицы более высокого полета, но в результате у вас, похоже, протухло серое вещество. «Я этого не приму», продолжал горячиться Джина. «Знаю, что со стороны кажется, будто у меня шарики за ролики заехали. Мне и самому так иногда начинает казаться, но я всякий раз вспоминаю о капсуле, в которой мы приземлились. Как вы собираетесь объяснить это?» «Я и пытаться не стану. Я знаю, что в ней имеется много приборов и устройств и других штуковин, за которые инженеры и университетские профессора будут выдирать друг у друга последние патлы. Но меня это нисколько не волнует. Я возвращаюсь на войну, где стреляют и где дела гораздо проще. И пока не доказано обратное, я буду думать, что вы, джентльмены, оба спятили. Если, конечно, можно употреблять такое выражение к старшим офицерам». Официальная реакция в Денвере оказалась примерно такой же. Штабной микроавтобус, набитый охранниками из военной полиции, подкатил к трапу самолета, как только он приземлился на аэродроме Лоуре-Филд и доставил астронавтов прямиком в госпиталь Фиттсимонс. Без долгих объяснений их подвергли лабораторным обследованиям, и, должно быть, добрая половина штата гигантской больницы принялась брать у них анализы, подсоединять электроды и задавать вопросы. Их много раз заставили рассказывать о своем полете и о своем мире, очень часто при этом подключали датчики детектора лжи, но ни на один из их вопросов не отвечали. Время от времени их угрюмо рассматривали невесть, откуда приезжавшие высокопоставленные офицеры, но никто из них не принимал участие в допросах. Они наговаривали многочасовые монологи в магнитофоны, отвечали на вопросы, касавшиеся самых различных областей знания, начиная от истории, кончая физикой, а когда они изнемогали, им давали бензодрин и заставляли продолжать. Больше недели они встречались только случайно в коридорах по дороге к кабинетам, где их обследовали и допрашивали. И в конце концов они уже начали падать с ног от усталости и потеряли способность соображать от стимуляторов и других лекарств. На их вопросы все так же не отвечали и лишь убеждали не тревожиться и уверяли, что как только закончится обследование, о них позаботятся. А когда плавный ход событий нарушился, это оказалось долгожданным сюрпризом, причем очевидно неожиданным для всех. Джина вел очередную беседу, на сей раз с мобилизованным профессором истории, носившим на залитом соусом кителе полевой формы блестящие пластинки капитана. Охрипший после многодневного, почти непрерывного допроса Джина держал микрофон, почти прижимая его губам, и говорил шепотом. «Вы можете сказать мне, кто был министр финансов при Линкольне?» спросил капитан. «Какого дьявола я должен это знать? И очень сомневаюсь, что в этой богадельне найдется хоть один человек, который знал бы это, кроме вас. А вы знаете? Ну, конечно». Дверь без стука распахнулась. И на пороге возник полковник с нарукавной повязкой военной полиции. Очень серьезный мальчик на побегушках. Его появление произвело на Джина впечатление. «Я пришел за майором Ломбарди». «Вам придется подождать», возразил капитан историк, наматывая на кулак свой и так уже ни на что не похожий галстук. «Я еще не закончил». «Это неважно. Майор немедленно отправится со мной». Они молча промаршировали через множество залов, пока они не пришли в просторную комнату отдыха. Дэн, расслабленно раскинувшись в глубоком кресле, попыхивал сигарой. Громкоговоритель на стене что-то монотонно бормотал. «Хочешь сигару?» спросил Дэн и, не дожидаясь ответа, толкнул коробку через стол. «Чем нас будут развлекать на этот раз?» поинтересовался Джина, откусив кончик и оглядываясь в поисках спичек. «Очередная конференция, очень большие шишки и невероятная суматоха. Мы войдем спустя минуту другую, как только крик немного утихнет. Появилась теория по поводу того, что с нами случилось. Но далеко не все с нею согласны, хотя ее выдумал сам Эйнштейн. «Эйнштейн? Но он же умер!» «Нет, здесь он все еще жив, я его видел. Величественный, очень старый, за девяносто джентльмен, худой, как спичка, но все еще крепкий и бодрый. Он говорит... А подожди, кажется, передают новости». Один из охранников военной полиции прибавил громкость репродуктора и все прислушались. Несмотря на упорное сопротивление, город Сан-Антонио теперь находится во вражеских руках. Еще час назад мы получали сообщение из окруженного Алама, где подразделения Пятой Конны отказались капитулировать перед превосходящими силами противника. За этой второй битвой при Алама следила вся Америка. «История повторилась трагически, потому что теперь, кажется, не осталось никакой надежды на то, что кто-нибудь... «Будьте добры, джентльмены, следуйте за мной», объявил вошедший штабной офицер, и оба астронавта сразу же поднялись. Офицер постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, распахнул ее перед ними. «Прошу вас». «Рад познакомиться с вами обоими», сказал Альберт Эйнштейн и указал на пару удобных кресел. Сам он сел спиной к окну. Солнечный свет вспыхнул в его совершенно белой шевелюре, образовав нимб вокруг головы. «Профессор Эйнштейн», заговорил Данкой, «можете ли вы объяснить нам, что случилось, что изменилось в мире?» «Ничего не изменилось. Это первое, что вам следует понять. Мир остался тем самым, и вы те же самые, но вы были за неимением лучшего, скажем так, перемещены. Я выражаюсь не совсем понятно. Было бы гораздо легче выразить это математически». «Каждый, кто когда-либо забирался в космическую ракету, должен был хоть немного увлекаться научной фантастикой. А я проглотил свою долю полностью», ответил Дэн. «Мы оказались в одном из этих параллельных миров, о которых столько писали и все такое, да?» «Нет, с вами произошло совсем не это. Хотя, возможно, вам будет легче представить себе случившееся, пользуясь этими словами. Вы находитесь в том же самом объективном мире, который покинули. Но субъективно он не тот же самый. Существует только одна галактика, та, в которой мы обитаем, и только одна вселенная. Но наше представление о ней изменяет многие из аспектов действительности. «Я ничего не понимаю», вздохнул Джина. «Давайте посмотрим, удалось ли мне понять», предложил Дэн. «Мне кажется, вы хотите сказать, что вещи являются такими, какими мы их себе представляем, и остаются такими, какие есть, благодаря нашим мыслям. Скажем, то дерево, которое я помню с колледжа, может быть только таким, какое существует в моей голове». И снова неверно, но сойдет для приблизительного истолкования. Я давно подозревал существование подобного феномена. Об этом говорили некоторые отклонения от теории при наблюдении скорости света, укладывавшиеся в пределы ошибки измерения, проявления гравитационного взаимодействия, ход химических реакций. Я кое-что подозревал, но не знал, где искать. И сейчас, господа, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас от всей души за то, что вы на исходе моей жизни предоставили мне такую возможность, дали мне в руки ключ, при помощи которого я смогу найти решение этой проблемы. Решение. Джин непроизвольно раскрыл рот. Вы хотите сказать, что у нас есть шанс вернуться в знакомый нам мир? Не просто шанс, а самая реальная возможность. То, что произошло с вами, было всего лишь несчастным случаем. Вы оказались вдали от своей родной планеты, вне ее атмосферного покрова, а на некоторых отрезках орбиты даже вне ее поля зрения. Ваше ощущение реальности оказалось ужасно напряженным, а ваша физическая реальность и реальность ваших умственных представлений оказались измененными смертью вашего товарища. Все эти факторы, объединившись, сделали так, что вы вернулись в мир, реалии которого несколько отличаются от реалий того мира, который вы покинули. Историки точно определили точку перелома. Он произошел 17 августа 33 года, в тот самый день, когда президент Рузвельт умер от пневмонии. «Ах, так вот к чему были все эти медицинские вопросы, касавшиеся моего детства», протянул Дэн. «В возрасте пары месяцев я заболел воспалением легких и чуть не умер. Мать потом довольно часто вспоминала об этом. Это могло произойти в то же самое время, но ведь невозможно, чтобы я выжил, а президент поэтому умер». Эйнштейн покачал головой. «Нет, вы должны помнить о том, что оба жили в том мире, который знали». Динамика отношений пока еще далека от ясности, хотя я не сомневаюсь, что существует какая-то двухсторонняя взаимосвязь. Но это не важно. А важно вот что. Я думаю, что я выработал метод, позволяющий механически вызвать переход от одного аспекта реальности к другому. Потребуются годы, чтобы развить его, чтобы научиться переносить вещество из одной реальности в другие на выбор. Но и сейчас, я уверен, он достаточно жизнеспособен, чтобы возвратить обратно вещество, прибывшее из другой реальности. Джина вскочил на ноги так, что кресло опрокинулось. «Профессор, если я вас правильно понял, вы хотите сказать, что можете запихнуть нас обратно, туда, откуда мы прибыли?» Эйнштейн улыбнулся. «Не волнуйтесь так, майор, да, уже приняты все меры для того, чтобы как можно скорее вернуть обратно и вас обоих и вашу капсулу, но взамен мы просим вас о помощи». «Ну, конечно, все, что в ваших силах», сказал Дэн, подавшись вперед. «Вы возьмете с собой аппарат изменения реальности и микрокопии наших трудов по истории, научных теорий и практических разработок. В том мире, откуда вы прибыли, можно будет бросить все силы исследователей и разработчиков на то, чтобы научиться по желанию осуществлять то перемещение, которое вам однажды удалось случайно. Вы сможете сделать это за несколько месяцев. Это все время, которое у нас осталось». «Что вы имеете в виду?» «Мы проигрываем войну. Несмотря на все предупреждения, мы не были подготовлены к ней и считали, что она никогда до нас не доберется. Нацисты наступают на всех фронтах. Их победа является только вопросом времени. Мы тоже пока еще можем победить, но только при помощи ваших атомных бомб». «У вас еще нет атомной бомбы?» удивился Джина. Эйнштейн несколько секунд молчал и лишь потом ответил. «Нет, такой возможности не оказалось. Я всегда был уверен, что ее можно сделать, но никогда не думал над практическим решением этого вопроса». Немцы чувствовали то же самое и одно время даже начали разрабатывать тяжеловодный проект, направленный на осуществление управляемой ядерной реакции. Но их военные успехи оказались настолько велики, что они отказались от этой работы, как, впрочем, и от многих других неправдоподобных и дорогих планов, таких, например, как подземные ходы глобального масштаба. Сам я никогда не хотел видеть эту адскую машину, воплощенной в действительность. А теперь, после ваших рассказов, понимаю, что она еще ужаснее моих умозрительных представлений о ней. Однако, когда нацистская угроза стала реальной, я обратился к президенту с предложением о ее разработке. Но ничего так и не было сделано. Решили, что это слишком дорого. А теперь стало слишком поздно. Хотя, при нынешнем стечении обстоятельств, возможно, удастся успеть. Если ваша Америка поможет нам, враг будет побежден. А какое неимоверное богатство знаний мы сможем получить, если между нашими мирами удастся установить контакт? Вы сделаете это? Да, конечно, ответил Данкой. Но дяди из правительства потребуют множество доказательств. Я предлагаю сделать несколько кинофильмов, в которых вы и еще кто-нибудь из самых знаменитых ученых выступили бы с объяснениями. И добавить документы, которые помогут убедить их в реальности случившегося. Я могу сделать кое-что получше, сказал Эйнштейн, вынимая из ящика стола маленькую бутылочку. Здесь недавно созданный лекарственный препарат, который, как доказали опыты, является эффективным при лечении ряда тяжелых форм раковых заболеваний и его формула. Это пример возможной выгоды от обмена информацией между двумя нашими мирами. А если такой обмен станет постоянным, то одному только богу известно, во что это может вылиться. Дэн аккуратно положил драгоценную бутылочку в карман и оба астронавта поднялись. С благоговейным страхом они обменялись осторожными рукопожатиями с древним стариком, который в их мире, куда, как им стало известно, они скоро вернутся, скончался много лет назад. Военные повсюду умеют работать быстро. Большой реактивный бомбардировщик был быстро переоборудован для транспортировки одной из американских твердотопливных боевых ракет. Это оружие еще не успели окончательно доработать, и было сомнительно, что им удастся воспрепятствовать движению нацистской армии. Но, учитывая, что бомбардировщик поднимет ее на значительную высоту, она могла выйти за пределы ионосферы и увезти на орбиту спутника Земли полезный груз в виде лунной капсулы с двумя пилотами. Глубокое разряжение атмосферы было необходимым условием для действия аппарата, который должен был возвратить их в пространство, о коем они привыкли думать как о своем собственном мире. Но думать о себе как о людях, способных изменять миры, все равно казалось обоим чудовищным абсурдом. «И это все», спросил Джина, когда они заняли свои места в капсуле. Между ложементами пилотов был закреплен квадратный ящик, в котором содержались записи и катушки кинофильмов. А поверх него стояла небольшая серая металлическая коробка. «Что ты ожидал увидеть? Может быть ускоритель диаметром в пять миль?» спросил Дэн, не отрываясь от знакомой процедуры проверки систем. Капсула была, насколько возможно, приведена к тому же состоянию, в котором она находилась в день приземления. «Астронавты оделись в свои скафандры. Мы оказались здесь совершенно случайно, только из-за того, что неправильно думали, ну или что-то в этом роде, если я вообще верно понял всю эту теорию. Конечно, так что мы не можем позволить этой ерунде снова сбить нас с толку. Ну да, я понимаю, что ты хочешь сказать. Все эти безумные дела могут быть сколь угодно сложными, зато механизм должен быть простым. И все, что от нас требуется, это в нужный момент перебросить тумблер. Вас понял, командир. Эта штука имеет автономное питание, за нами будут следить радаром, и когда мы достигнем апогеи орбиты, они подадут нам сигнал на нашей обычной рабочей частоте. Мы щелкаем выключателем и идем на посадку. Надеюсь, что посадка будет там, откуда мы вылетели в первый раз. Эй, груз, привет! Раздался хриплый голос из динамика. Говорит пилот. Мы готовы отчалить, как у вас дела? Все лампочки зеленые, доложил Дэн и вновь откинулся в кресле. Огромный бомбардировщик с ревом пронесся по всей длине взлетно-посадочной полосы и медленно, тяжело, ему мешала большая ракета, закрепленная под брюхом, поднялся в воздух. Капсула находилась в носовой части ракеты и астронавты могли видеть лишь светлую обшивку самолета-носителя. Это был не слишком приятный полет. Математики рассчитали, что вероятность успеха будет наибольшей в районе Флориды и Южной Атлантики, где произошел первоначальный переход в иную реальность. А для этого следовало преодолеть вражескую территорию. Пассажиры не могли видеть воздушного боя, который вели сопровождавшие их реактивные истребители. А пилот наспех переделанного бомбардировщика не стал ничего говорить им. Это был жестокий бой, который мог в один из моментов закончиться плачевно. Только самоубийственный таран, предпринятый одним из истребителей помешал вражескому самолету в упор расстрелять самолет-носитель. «Приготовиться к отделению!» – прохрепело радио, и мгновением позже астронавты ощутили знакомое чувство невесомости. Ракета отделилась от самолета. Тут же запрограммированный компьютер включил зажигание, и ракета пошла на расчетную орбиту. Ускорение прижало астронавтов креслом. Внезапному возвращению к невесомости предшествовала серия мелких взрывов. Это самоуничтожались болты, крепившие капсулу к ракете-носителю. В течение времени, которое показалось астронавтам неизмеримо долгим, инерция несла их дальше по орбите, а силы земного притяжения тащила назад. В динамике радиоприемника потрескивал фон несущей частоты, в который вдруг ворвался голос. «Приготовиться к включению! Руку на ключ! Пошел!» Дэн щелкнул выключателем, и ничего не произошло. Во всяком случае, ничего такого, что они могли бы почувствовать. Они молча посмотрели друг на друга, а затем, не сговариваясь, перевели взгляд на высотомер, показывавший, что они снижались к отдаленной земле. «Приготовиться к выходу парашютов», напряженно скомандовал Дэн, и в это мгновение динамик взорвался оглушительным криком. «Эй, Аполлон, это вы! Это центр управления Смыса Кеннеди. Вы слышите меня? Повторяю, вы слышите меня? Отвечайте, если можете, ради всего святого!» «Черт возьми, Дэн, где вы там? Эй, есть там кто-нибудь?» Голос захлебывался звуками, в нем явственно улавливалась истерика. Дэн щелкнул кнопкой переговорного передатчика. «Дэн, кой здесь? Это вы, Скипер?» «Да, но откуда вы взялись? Где вы пропадали?» «Отбой вопроса, отбой до приземления. Мы видим вас на экране, вы летите в море, в район патрулирования судов». Астронавты посмотрели друг другу в глаза и улыбнулись. Джина поднял большой палец. «Победа! У них получилось! За вновь обретенной сдержанностью голоса Центра Управления они чувствовали восторженное волнение, которое должно было породить их неожиданное возвращение. Для наблюдателей на Земле, этой Земле, они наверняка скрылись за диском Луны и не появились из-за него. А теперь совершенно неожиданно появились по прошествии нескольких недель после того, как у них давно должны были закончиться и кислород, и продовольствие. Им потребуется очень много раз и подолгу все объяснять. Приземление получилось просто безупречным. Солнце сияло, ветра почти не было, море было совершенно гладким. Спустя две-три секунды после приводнения капсула выскочила на поверхность, и астронавты увидели в иллюминатор ласковые крошечные волны. Всего в нескольких милях над водой поднималась громада крейсера, уже мчавшегося в их направлении. «Ну, все кончено», — с глубоким вздохом облегчения сказал Дэн, отстегивая привязные ремни. «Кончено», — приглушенно прохрепел Джина. «Кончено!» «А ты посмотри на флаг!» Крейсер описывал крутую дугу, и кормовой флаг гордо развернулся перед астронавтами. Красные и белые полосы, 50 белых звезд на поле глубокого синего цвета. А среди звезд в центре синего прямоугольника сверкала золотая британская корона. Большое спасибо за прослушивание этого ролика. Если вам понравилось, я буду очень признателен, если вы напишите комментарий, даже просто сердечко или огонечек. Это поможет ютубу понять, что это видео можно предлагать посмотреть другим зрителям. Неравнодушные люди, желающие поддержать меня и мой канал финансово, могут это сделать по реквизитам в описании. Спасибо всем большое!